Всем привет! Меня зовут Пётр Шефельбайн, я актёр театра «Мимикрия» и музыкант группы «Уже зима». Ну, вообще, если говорить чисто обо мне, то для меня год был очень насыщенным и ярким в плане работы, потому что там большую часть своей времени я провожу именно за работой, за тем, что мне доставляет удовольствие. Вот, если говорить, например, о театре, то мы в этом году поставили целых две премьеры, и, наконец-то, эти премьеры, мы очень давно мечтали, чтобы ставили их сами ребята, которые работают и занимаются в театре, и как раз-таки режиссерами двух спектаклей, одного уличного, а второго сценического выступили девочки из нашего театра. Это Полина Карабчикова, Майя Шульц. Прекрасный спектакль, который сделала Полина по мотивам рассказа Рэйда Брэдбери «Убить полюбовно». Мы его сыграли уже несколько раз на сцене Тюменского драматического театра. И, конечно же, прекрасный уличный спектакль по мотивам мифов Древней Греции поставили девочки вместе с нашим художником Марией Хайбулиной, которая называется «Люди и боги». Вот этот спектакль мы представили на фестивале «Лесные улицы» в этом году, который прошел очень здорово. Мы тоже, как будто для нас такое открытие этого года. Он пошел и в Тюмени, и мы впервые выехали всем фестивалем в город Тобольск. И, в общем-то, в этом году фестиваль пошел в двух городах. Вот такой прекрасный год был в театре. Помимо всего прочего, мы еще съездили на ряд фестивалей со своим спектаклем «Клоун Фо». Это было в Подмосковье и был город Санкт-Петербург, откуда привезли несколько дипломов и стали лауреатами этого фестиваля. А спектакль «Полинин» в этом году был в составе фестиваля «Живых листьев», который тоже проходил в нашем городе Тюмени. Группа, в которой я играю, называется «Уже зима». Коллективу в этом году в ноябре исполнилось 6 лет. И за эти 6 лет произошло, конечно, очень много изменений. И что касается музыки, мы наконец-то за спустя 2 года, скажем так, молчания в родном городе, мы 10 декабря сыграли концерт в Доме печати. Ну а до того, как сыграть концерт, мы, естественно, очень много работы проделывали в плане звука. У нас очень много изменилось в группе за это время. В этом году нас покинуло двое участников, они ушли из коллектива. Но пришел один новый человек, и я надеюсь, что теперь наша музыка будет как-то звучать по-другому. Наша песня попала в ротации на нескольких региональных радиостанциях, в том числе и в Тюмени. Эту песню мы записали в Москве. И очень круто, что все эти изменения происходят именно сейчас, как раз-таки перед Новым годом и в канун Нового года. В этом есть какое-то волшебство. Вообще, время Нового года и перед Новым годом, оно очень такое суматошное, постоянно что вокруг тебя происходит. Тебе кажется, может быть, что-то было не так. Но мне кажется, в этот момент самое главное любому человеку взять и становиться, глянуться на то, что было сделано, посмотреть на те итоги, на те результаты, которых удалось достигнуть. Я уверен, что у каждого человека найдутся такие моменты. И, возможно, это не выигрыш миллиона или там не какая-то популярность Омега, которая к тебе вдруг пришла. Возможно, это рождение ребенка, я не знаю, появление домашнего животного. Ну, вообще любая радость. Я не знаю, вам кто-то улыбнулся на остановке. На самом деле, это тоже достижение, это тоже какой-то итог. Поэтому хочется пожелать в Новом году немножко всем выдохнуть от старого и вот уже прийти, наверное, таким чистым и открытым к тому, что тебя в Новом году будет ждать что-то новое.